Парень, проснись. Что ж, я заплатил за номер. А вы не заметили ничего странного? Например, мы заперты в подвале. Я не знаю, насколько это важно, но у меня что-то не так с рукой. Вы скоро умрёте, никто из вас не выберется отсюда живом, пока не усвоит урок. Какой урок? О чём вы? Заткнись, сука, никто из вас не покинет этого места. Так, парень, извини-ка. И ты тоже заткнись, шлюха, если вы не усвоите урок, я пущу сюда ядовитый газ. Прощайте, мрази. И что же нам делать? Поддавшись безумию этого сумасбродного места, заняться безудержным диким сексом втроём? Нет, нужно сделать что-то, что поможет нам выжить. А жаль. Наверное, у маньяка, который держит нас здесь, есть какой-то зуб на нас. Что он нас объединяет? Кто-нибудь из вас устраивал теракты у правительственных зданий в Сараево? Лично я нет. А может быть у нас есть какой-то общий порог? Может быть мы не в полной мере ценим тот мир, в котором живём, судим людей по цвету кожи или типа того? Я сужу людей только по их социальному положению. Как и все. Точно не учились в одной школе или типа того? Вряд ли. Вас же нет у меня в друзьях контакт. А давайте-ка расскажем историю своей жизни, чтобы понять, что у нас общего. О, чур я первый. Это был 1999. Я был простым, беспроспективным парнем с тремя рублями в кармане. Я только хотел нормальной жизни и отправился на опыты в Сколково, где меня облучили таким уровнем радиации, что я превратился в существо, которое отныне называют Невероятный Халк. А может быть я начну? Я Катя, родилась в Ижевске, училась в школе, затем в институте на дизайнера, встретилась с парнем, рассталась с парнем, он был ублюдок. А что если маньяк это твой парень, ты назвала его своим другом, чтобы не обидеть, хотя он просто ублюдок, а он начал писать в интернете, что девушки френдзонят хороших парней и встречаются только с ублюдками. Я раскрыл это дело. Ооо, хорошо, ну тогда при чем здесь вы? Не знаю, насколько это может быть связано с делом, но однажды я сидел в автобусе, в носках и тапочках, не уступил место старушке, украл девушке, телефон, тут меня какой-то парень ударил, а его давай старушке защищай, типа, чего, как так можно бить человека? А я украл этих старушек в сумке, а парню дали два года тюрьмы. И, короче, вся маршрутка лежала. Вот. Что ж, это многое объясняет, ну а я-то тут откуда? Разве что... Здравствуйте, возьмите проспект нашего суши-ресторана. Я вижу, что у нас нет наушников. Ублюдок! Что ж, ясно. Вы усвоили урок? Какой урок? Ты наказываешь нас за те вещи, которые с твоей стороны смотрятся однобоко, а если взглянуть на ситуацию в целом, то можно понять, что мы имели право сделать это. Заткнитесь, люди в интернете сказали, что я прав, я пущу газ и убью вас. Мы умрем. Похоже на то. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...